Всем привет! И это видео для любителей Ифроше. Я предлагаю сегодня вместе полистать новогодний каталог от компании Ифроше, обсудить, посмотреть новинки, обсудить, что будем покупать, что не будем. Я вам выскажу исключительно свое мнение, а вы мне в комментариях напишите ваше, если вы новинки уже или тестировали, или купили. Бланк заказа у меня номер вот такой, 9, Рим, Бра, окончание 13. Общедоступные окончания вот здесь в конце, где у меня 13, обычно 80-90. Такие бланки проходят у всех, но чтобы сделать заказ по бланку, вам надо иметь номер клиента. Подробнее, как сделать заказ, я напишу в инфобоксе под видео. Итак, это мой бланк заказа. Я просто закрыла свои контактные данные. Пришло мне все вот в таком симпатичном конверте. Взгляните на праздник по-новому. 145 идей подарков по праздничным ценам. Каталог пришел буквально сегодня, но он у меня давно уже в электронном виде. Мне кажется, недели две. Но листать нам удобнее, конечно, бумажные. И самое главное, какие же подарки мы можем получить по данному предложению. Первый подарок-сюрприз – это именно сюрприз стоимостью 3 500, 4 или 4 500. Здесь надо было открыть вот такой конвертик и посмотреть, на какую сумму я могу получить подарок-сюрприз. Я его открыла. И я могу получить подарок-сюрприз стоимостью до 4 500 рублей. Что это, мне неизвестно. Если я не хочу получать подарок-сюрприз, а хочу сама что-то выбрать, тогда я могу выбрать до 3 900, кроме страницы 3847, мужских туалетных вод 50 мл. В принципе, предложение неплохое. И также здесь идет второй подарок. Тушь для ресниц метаморфоза объема длины неподкручивания. Из лимитированной коллекции. Насколько я понимаю, идет полноразмерная тушь. Я уже посмотрела блогеров, которые делали заказ по бланку. И, судя по всему, тушь именно полноразмерная. И также в бланке нам указаны некоторые продукты по специальным ценам. Наверное, их можно будет пробить в строке «Спеццена». У меня представлены вот такие продукты. Я пробовала все из этого, поэтому давайте сначала пройдемся по бланку заказа, а потом перейдем к каталогу. Благотворный крем от морщин для контура глаз. Подорожал. Ну, в принципе, как у нас все дорожает. Я его в последнее время покупала со скидкой чуть дешевле. По-моему, 1050 или 1070. Очень хороший крем из линейки «Риш Крем». Но он не жирный, не липкий. Он хорошо увлажняет, смягчает. В общем, не бойтесь, покупайте. Тюбик 14 мл небольшой, но хватает на несколько месяцев. Следующий крем для контура глаз от «Морщин для восстановления упругости». Это у нас линейка. Мы потом с вами подробнее рассмотрим в каталоге. Сейчас не помню, как называется. Если быстро найду, вам скажу, покажу. Ну, это линейка относительная новинка. Наверное, она года полтора вышла. Да, вот это «Филлер Веджеталь». Этот крем для глаз я тоже покупала. Он более легкий. Он немножко водянистый. Вот он, да, у нас представлен за 1089. Он хорошо подходит все-таки на более теплое время года, весна-лето. Гель для контура глаз с васильком Био у меня тоже был. Он самый дешевый из представленных вариантов. Это именно гель. И, вы знаете, даже он чем-то напоминает сыворотку для области вокруг глаз. А у меня когда-то была именно сыворотка. Это такая легкая водичка. Вы наносите такой прям жидкий-жидкий гель. Вы его распределяете пальчиками. И если это лето, жара, то, в принципе, увлажнения достаточно. Если это чуть более холодное время года, то гель впитывается. И вам хочется сверху еще что-то нанести. Например, какой-то крем. Поэтому советую только на лето, на жару. Ультрастойкий тени карандаш в оттенке нюдово-розовый. Можно приобрести со скидкой за 499. У меня есть такие тени карандаш. Давайте я вам сразу покажу. Вот это оттенок нюдово-розовый, который здесь идет со скидкой. Давайте сделаю вам сводч. Наверное, даже лучше вот здесь где-нибудь будет видно. Потому что кожа на веках, ну, у меня, по крайней мере, тоже очень светлая. И более правильная цветопередача будет вот здесь. Видите, это просто легкий-легкий розовый оттенок и мелкие-мелкие блестки. Вот так это и выглядит на веке. То есть это такие еле-еле заметные тени для дневного макияжа, на работу. Ну, что-то совсем не яркое. И давайте, раз у меня есть два оттенка, я вам покажу и оттенок шампань. Это оттенок 02. Я думаю, что тоже, наверное, представлен в каталоге. Но, может быть, без скидки. Или можно на него скидку 50% пробить. Этот оттенок уже виден немного получше. Видите, действительно такой легкий-легкий приятный оттенок шампань. Тоже с небольшой россыпью блесток. Очень нежные тени, неплохие по качеству. Но, если честно, я считаю, даже цена со скидкой завышена. 499 рублей все-таки перебор. Мне так, по крайней мере, кажется. Так, с бланком мы разобрались. Еще была вот такая бумажка. Доставка в подарок 0 рублей. Но здесь указано, что доставка 0 рублей, только если вы делаете заказ на сумму 1850. А минимальная сумма заказа, давайте посмотрим. Да, у нас так пока и осталось 1090 рублей. В общем, если хотите бесплатную доставку, добирайте до 1850. Все. Переходим с вами непосредственно к каталогу. Вот так он у нас выглядит. Давайте чуть-чуть, может быть, подниму камеру. Вот. В принципе, весь каталог у нас попадает. Красивая достаточно обложка. Да, 145 идей подарков по праздничным ценам. Давайте смотреть. Однажды в Новый год. Нам предлагается подарочная упаковка. Хлопковый мешочек. У меня такие были. Я их получала бесплатно, когда покупала какие-то наборы. Они неплохие. Действительно, хорошо подходят на подарок. Размер не такой уж маленький. 28 на 19. Поэтому, в общем-то, вещь вполне достойная. Единственное, видите, здесь внизу, по-моему, есть логотипы Фраше. Поэтому для продукции других брендов, наверное, как-то не очень такое приобретать. Но если собираетесь дарить и Фраше, вполне неплохо. Новогодняя коробка. Уже дороже. 499 рублей. Хотя размеры у нее маленькие. Меньше, чем хлопковый мешочек получается. 15 на 7,6 на 19,5. Не знаю. Вещь, знаете, такая спорная. Может быть, кто любит, то неплохо. Но у большинства такие потом как-то валяются пару лет. Потом уходят на помойку. Не знаю, что в таких коробках можно хранить. Косметику как-то неудобно. В общем, если что-то в них складываете, напишите. Косметички у Фраше неплохие. Вот такие прямоугольные, большие, с ручкой у меня были. Ну и сейчас есть. И дарила я. Всем, кому дарила, очень нравились. Действительно практичная, хорошая косметичка. Достаточно качественная, достойно выполнена. Итак, переходим к первой новогодней лимитке. Это морозное личо. Цена, ассортимент вы видите. Ассортимент стандартный. Это гель для душа в разных объемах. Это питательный бальзам, крем для рук. Новинка парфюмированной спреи у нас. Хотя в новогодних лимитках иногда бывает. И жидкое мыло. Давайте немножко пройдемся по этой коллекции. Я не стала делать заказ, когда мне пришел бланк в электронном виде. Конечно, знаете, первый порыв был сразу все заказать. Все красиво, ярко, интересно. Многие блогеры хвалили. Но у меня не всегда вкусы совпадают с другими блогерами. Поэтому я подумала, дождусь, когда коллекция появится в магазине. 30 октября в магазине появились все новинки. И я все протестировала. Поэтому я сейчас вам расскажу свои впечатления. И почему я не буду покупать ничего из новогодней коллекции. Да, вот так, неожиданно в этом году. Морозное личо. Что нам пишут? Вот очарование фруктового аромата с нежными нотками лича, апельсина и герания. Вы знаете, для меня химозный фруктовый запах. Я там не слышу отдельно ни лича, ни апельсин, ни герань. Вот, знаете, бывают такие дешевые самые гели для душа. Не знаю, там за 150 рублей, даже дешевле. И вот там химозный какой-то фруктовый непонятный аромат. Вот для меня это что-то такое. Несколько раз в бутике. Я бутик, так знаете, по кругу обходила. Тем более, там еще парфюм тестировала. Поэтому ждала, пока он у меня на запястье раскроется. И ходила по бутику. То одно, то другое тестировала. Клича возвращалась раза три. Но вот не понравился мне совершенно аромат. То есть, настолько простой, неинтересный и химозный. Не возникло желания вообще ничего купить. Бальзамы для губ. Хочу на них отдельно остановиться. В последние годы стали для меня почему-то очень такие вазелинистые. Вот напишите ваше впечатление. Мне кажется, бальзаматы фрошения много испортились. Поэтому эта коллекция для меня, как говорится, в пролете. Покупать ее не буду. Парфюмерные наборы в подарок. Опять же, идет этот хлопковый мешочек. Туалетная вода, сладость ночи. И второй вариант у нас Сур-Ла-Ланда, да, бескрайние просторы. И есть еще твердые духи. Твердые духи. Слышала отзывы, что аромат держится буквально, не знаю, 10 минут. И чувствуется, если к вам кто-то очень-очень близко подойдет. Поэтому для меня такая тоже вещь достаточно сомнительная. Так, Верте Инволь, если я правильно произношу, извините, в французский, я не знаю вообще. Вихри свежести. Этот аромат мне не понравился. Ну, кстати, как и Сур-Ла-Ланда, я все это тестировала в бутике. Но, к сожалению, это ароматы не для меня. Вот смотрите, Сур-Ла-Ланда с подарком. Колье со стразами в подарок. Бижутерию от Ифраше я оценила, когда с компанией Ифраше знакома с того момента, как она появилась у нас в стране. И я тогда заканчивала институт. Вот когда я заканчивала институт, мне бижутерия от Ифраше нравилась. Сейчас, когда я уже, тетенька, так хорошо за 40, мне она не нравится. Я считаю ее слишком простой и неинтересной. Поэтому на бижутерию никогда не клюю. Праздничный макияж, лимитированная коллекция. Что у нас здесь? Три оттенка теней. Палетка золота и пряности. Оттенки неплохие, да, но мне кажется на любителя. Кто любит вот такие вот, ну вот если вот этот оттенок и вот этот я еще смогу использовать, то посередине, ну для меня он какой-то слишком прям такой розовый. Я таким не пользуюсь, хотя я люблю розовые оттенки, но гораздо более нежные. Скорее, да, вот как у нас здесь, вот это, да, в карандаше. А с таким красновато-розовым у меня глаза будут выглядеть скорее заплаканными. Лимитированная коллекция хайлайтер у нас представлен. Вот он. К сожалению, в открытом виде он здесь не нарисован, но у меня есть хайлайтер еще старенький, круглый, да, такой, думаю, он у многих. Есть пластиковые крышки, там два оттенка, хайлайтер мне очень нравится. Жидкий хайлайтер никогда у Эфраше не покупала. И жидкие текстуры мне, ну нет, я пользуюсь жидкими текстурами, но не знаю, насколько мне удобно будет пользоваться, например, именно жидким хайлайтером. Мне кажется, им можно переборщить. Напишите, что вы думаете. Губная помада Руши Эликсир. Мне кажется, цена высоковата, хотя помады от Эфраше мне, в общем-то, нравятся, но вот эти оттенки я бы, наверное, не стала покупать. Ни лесная ежевика, ни красная камелия, оттенки не мои. Туши у Эфраше хорошие. И смотрите, какой интересный продукт. Сияющие губы, блеск для губ с сияющим эффектом, золотой. Я так понимаю, это будет россыпь золотистых мелких блесток. Продукт интересный. У меня от другого бренда, от Ice Cream, есть подобный блеск для губ, но серебристый. Там идет россыпь, вернее, он, знаете, такой золото с серебром. Там идет одновременно россыпь и золотистых, и серебристых блесток. Но тот продукт достаточно деликатный. Можно носить и просто на губы нанести, можно на какую-то помаду. Как этот будет продукт? Интересно. Если кто-то такой блеск покупал, напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Но, опять же, цена, мне кажется, высоковата. 829 рублей за такой топпер. Ну, не знаю, не знаю. Дальше у нас идет парфюм Evidence. Я Evidence не люблю, но мне нравится Mon Evidence. Соответственно, гель для душа. Так, следующая у нас лимитированная коллекция. Это зимние пряности. Опять же, все то же самое. Спрей, гель, крем для рук, жидкое мыло. И гель у нас, да, в объеме и 200, и 400 миллилитров. Здесь нам пишут, что пряности с пикантными нотами, гвоздики, апельсины и черного перца. Еще есть вот такая подставка для украшений. Она идет в наборе, да. Цена за набор 1500 рублей. Вот такой набор с подставкой. Зимние пряности я тоже протестировала в бутике. Что я вам могу сказать? Я действительно чувствую здесь только пряности. Я не чувствую саму парфюмерную основу. Я не знаю, какая она здесь и какая она должна быть. Но пряности я чувствую. Я чувствую и гвоздику, и черный перец, и, не знаю, там, кардамон, какой-то мускатный орех. Как будто я готовлю, не знаю, глинтвейн, да. И вот я налила вино и собираюсь, приготовила смесь пряностей, собираюсь ее засыпать для приготовления глинтвейна и решила перед этим понюхать. Вот как будто я нюхаю эти пряности для глинтвейна. Самой парфюмерной основой я никакое не чувствую. Мыться в душе пряностями мне как-то не очень хочется. Поэтому, к сожалению, эта коллекция тоже прошла мимо меня. Новогодний сапожок с продуктами красоты. Есть для него, есть для нее. Я видела уже распаковку таких сапожков на YouTube. Можете посмотреть. Честно говоря, я не помню, что там, какое наполнение. Но наполнение уже известно. Если интересно, я думаю, такие видео можете найти. Небольшие наборы вот с такими полотенчиками. Полотенчик у меня такое уже когда-то давно получала. Но в других, конечно, наборах не в этом году. Его удобно использовать, например, когда вы делаете маникюр или педикюр. То есть я руки кладу вот на такой полотенчик или ноги. Очень для этого удобно. Опять у нас набор с полотенцем морозной личи. Своё отношение к этой коллекции я уже озвучила. Ещё один набор морозной личи с сундучком. С новогодней коробкой, вернее, как это называется, 999 рублей зимней пряности. Тоже с новогодней коробкой, 899 рублей. Молочко для тела личи. Гель для душа. И вот у нас представлены гели для душа и ванны. Это новогодний подарочный набор. Здесь у нас представлены все ароматы из такой регулярной, да, обычной коллекции. По 50 мл гели, 6 в наборе, 799 рублей. Бурбонская ваниль, кокос, морские водоросли, морской фенхель, ракитник и вереск, манго и кориандр, малина и перечная мята. На подарок, я думаю, неплохо. Хотя цена, конечно, тоже не самая бюджетная получается. Наборчик 3 крема для рук 579. Крема для рук у Ифраши для меня это, знаете, такое сплошное баловство. Только если ради аромата купить, а так крем увлажняет довольно посредственно, на мой взгляд. Переходим с вами к еще одной лимитированной коллекции «Золотистая вуаль». Слышала уже отзывы и тоже рада, что не стала покупать, получив каталог, а все-таки протестировала в бутике. Многие говорят, что похоже на охровую вуаль. Да, что-то похожее в аромате есть. И давайте расскажу, что я ждала. Здесь у нас древесные должны быть ноты, смешиваются с запахом пряностей. И чувствуется тепло ванили в окружении специй. Я думала, что здесь будет больше чувствоваться именно ваниль, какие-то деревяшки. Вот знаете, несколько лет назад у Ифраши выходила ванильная туалетная вода в таком черном оформлении с золотыми надписями. Называлась «Ночная ваниль». Я надеялась, что это будет что-то типа ночной ванили, но с нотками пряностей. Нет, когда я нанесла на запястье, я и на блотер наносила в бутике, потом мне продавец предложил нанести на запястье. Я чувствую только специи. Сначала я чувствую спирт несколько минут первых, потом я чувствую различные специи, пряности. К сожалению, я ваниль вообще не чувствую в этом аромате. Может быть, она где-то далеко-далеко на заднем плане и есть, но настолько ее эти специи и пряности перебивают, что, честно говоря, у меня от аромата даже чуть-чуть разболелась голова. Для меня он слишком пряный, слишком сильный. Но уже через час он выветрился, я его совершенно не ощущала. Поэтому вариант не мой. И идет также здесь, кроме туалетной воды, масло с эффектом сияния, легкой текстуры. Но, по-моему, здесь не очень хороший состав. Посмотрите, именно какое масло входит. Поэтому тоже отзывы на него слышала неоднозначно. Вот здесь состав у нас продукта не написан. Перед покупкой, я думаю, лучше ознакомиться. И слышала, что вот эти блестки, они оседают на дно флакона. И даже при встряхивании, когда вы хорошо встряхнете и наносите, все равно они как-то неравномерно разносятся. И потом я не очень, честно говоря, представляю, куда можно использовать такое масло с эффектом сияния. Но если только, знаете, летом на загорелую кожу подчеркнуть загар, а сейчас зимой, ну, как-то странно немножко. Так, и у нас линейка, которая выходит практически каждый год. Это коррите и нежный миндаль. У нас представлено молочко для тела, бальзам для тела смываемый и гамаш для тела. Но объемы по 30 миллилитров. Цена за три продукта вместе 899 рублей. Ну, знаете, вот 30 миллилитров для тела, это на сколько? Это каждый тюбик на три раза. Ароматы, кстати, у линейки коррите и нежный миндаль мне очень нравятся. Но я считаю, что продукты все-таки для тела очень-очень в маленьком объеме. В восстановлении питания есть бальзам для волос смываемый, бальзам для губ и молочко для тела. У меня когда-то эти все продукты были, в принципе, неплохие. Гели для душа. Это обычная коллекция. Мы с вами уже про нее немного поговорили. Когда миниатюру смотрели в наборе манго и кориандр. Что у нас дальше? Так, здесь у нас все манго и кориандр идет. Относительно у нас новая линейка морские водоросли и морской фенхель. Я тоже аромат этой линейки тестировала. Аромат для меня скорее морской, мужской. Но можно его назвать ароматом унисекс. Но унисекс для меня, вот для женщин, это скорее тогда аромат на лето. И мой муж такими освежающими ароматами все-таки больше любит летом пользоваться. Я думаю, к лету я прикуплю. Дальше органи и роза. Хороший зимний аромат для меня очень приятный. Кофе поднадоел. Малина и перечная мята для меня тоже все-таки более летний вариант. Что у нас дальше? Ракитник и вереск. Неплохой такой аромат, в принципе, травянистый, да, немного. Внизу у нас тоже представлены гели из обычной коллекции. Так, что у нас здесь тоже органи и роза. Цены вы все видите, да, масло для волос, органи и роза. Крем для рук. Переходим к косметике. Давайте я вам просто полистаю, вы посмотрите ассортименты цен. Я вам кратко расскажу, что я покупала, чем пользовалась. Повторюсь, у меня есть хайлайтер, который мне очень нравится. У меня есть румяна от Ифраше. Несколько раз я покупала пудру и туши. Они мне понравились. Карандаш, в принципе, средненький и размазывается. Лаки неплохие, но достаточно быстро засыхают. Ну, в общем-то, странички у нас всего одна страничка, да, с косметикой. Наборы парфюмерии. Идет в подарок мешочек и бижутерия. Соуэликсир у меня есть этот парфюм. У меня он пахнет чем-то таким медово-парфюмерным. Очень приятный аромат на зиму. Натюрель, я знаю, многие любят на весну, лето, но мне он жутко надоел. Несколько лет подряд пользовалась. Пока покупать больше не хочу, действительно, надоел. Многие, кстати, считают натюрель ароматом унисекса, что он подходит и мужчинам, и женщинам. В принципе, соглашусь. Косметичка для бижутерии. Малышка. 10,5 на 5 сантиметров. Точно такую же можно, не знаю, на Вайлдберис купить. Примерно за те же деньги, но выбрать уже цвет оформления, как вам нужно. Ну, в принципе, на подарок, если только. Мод Эвиденс аромат очень люблю. Сейчас у меня есть полноразмерный флакон, с удовольствием пользуюсь. Парфюмерная вода тоже с косметичкой у нас идет в подарок. Так, что у нас дальше? Подставка для украшений. Вот она отдельно уже, не в наборе. 749 рублей. Гель для душа, зеленый чай и роза. У меня оба были. Если вы любите эти ароматы, вам и гели понравятся. Набор мини-ароматов. Такой можно в подарок, да, кому-то презентовать. Набор с часами. Часы от Ифраше у меня есть. И светлые, и темные. Да, они совершенно простенькие. Но я бы сказала, классические, неплохие часы. Я, знаете, мне и на работу не стыдно в таких часах приехать. Пользуюсь уже, наверное, год. Ничего с ними не случилось. Поэтому, если вам вот визуально нравится, то вполне могу советовать. Эвиденс, колье и мешочком. И переходим к уходу для лица. Ну, здесь у нас стандартные серии. Давайте быстренько пробежимся, посмотрим цены. Вот этот крем круглый с ромашкой. Очень люблю. Он такой, как крем масла на зиму. Очень хорош, по крайней мере, для тела. Линейка филер Веджиталя, о которой мы с вами кратко уже поговорили. Крем для лица мне, кстати, я покупала. Не подошел, не понравился. Скатывался. И на него практически не наносился макияж. А вот гель для области глаз неплохой оказался. Крем, да, для области глаз. Линейка Риш для сухой, очень сухой или возрастной кожи. А вот крем для области глаз подойдет, мне кажется, для любого типа кожи. Анти-Аш Глобаль. Так. Коллекционные издания Риш Крем. Опять набор. Кремы для рук с полотенцем. Так, вот здесь что-то у нас поинтереснее. Смотрите, тут ароматы для мужчин. С мужской косметичкой в подарок. Кстати, для мужчин достаточно косметичка удобная. Мне мужу ароматы от Ифраше мужские вообще не нравятся. Мы их как-то вместе тестировали в бутике. Он сказал, что ничего ему не нравится. Поэтому я мужу в Ифраше не покупаю. Также продукты для бритья. Мужские часы в подарок. Но опять же, если вашему мужчине такие нравятся. Гели для душа. Уход за волосами. Мне очень нравится шампунь от Ифраше. Я пробовала многие. И никаких нареканий нет. Хорошие шампуни, которые прекрасно волосы промывают. И мне лично волосы не подсушивают. Поэтому шампунь, бальзам я покупаю очень часто. Набор для мужчин еще один. Новинка. Аромат для дома. Ракитник и вереск. И зимней пряности свеча. И свеча морозное личи. Вы знаете, про этот аромат для дома. Слышала, что ароматы приятные. Но чувствуются, может быть, на расстоянии одного-двух метров. То есть на всю комнату у вас аромат распространяться не будет. Свечи я никогда-то Ифраше не покупала. Я к ним совершенно равнодушна. Но знаю, что многие любят и покупают обязательно каждый год. Опять наборы личи с перчаткой для душа в подарок. Набор и личи, и зимней пряности. Чтобы с двумя ароматами познакомиться. Но я вам все-таки советую протестировать в бутике. Потому что я протестировала и поняла, что я в этом году покупать не буду. Еще у нас наборы с двумя ароматами. Вот, смотрите. Хлопковый мешочек в подарок. Можно поставить на паузу, если вас что-то заинтересовало. Здесь уже у нас мелким шрифтом остальные все продукты перечисляются. Которые не представлены в виде картинок. Лифтинг Веджеталь. Опять вот филлер Веджеталь. Вот такой крем мне не подошел. 75 мл интенсивный крем от морщин для лица, шеи и декольца. Скатывался и косметика не ложилась в качестве ночного. Он какой-то, ну не знаю, тоже какой-то никакой был. Я его, помню, истратила на шею, область декольта и на руки. Для снятия макияжа линейка Гидро Веджеталь. Уход за лицом. Что тут у нас? Маски для лица как-то покупала. Во фроши, честно говоря, вообще никакие. На моей коже вообще, мне показалось, ничего не делают. Себа Пьюр Веджеталь, линейка, насколько я помню, это для жирной кожи. Шампуни и кондиционеры со скидкой. По нынешним ценам, в принципе, и не так дорого. Для мужчин туалетная вода с небольшой скидкой. Новый аромат счастья. Интересно, смотрите. Более свежей фруктовой версии. Интересно. Я покупала, вернее, знаете, я не покупала. Я взяла как-то в подарок этот аромат года, наверное, два или три тому назад. Тогда все ходили разговоры, что его снимут с производства. Я решила взять в подарок. Сам аромат очень приятный, но на мне держится 30 минут. Все, потом улетучивается. Опять косметика. Вот эти неплохие, мне кажется, на вид, по крайней мере, помады карандаш для губ. И оттенки есть интересные. Но мне сейчас такое количество помад и бальзамов для губ, что просто покупать не буду. Я не смогу все это использовать. А вообще выглядит симпатично. Крем для рук с сарникой. Мне нравится. Единственное, учтите, у него довольно специфический такой аромат. Поэтому, если будете покупать, попросите. Может быть, в бутике его можно протестировать. Крем для ног. Антиперспиранты и дезодоранты. Я когда-то покупала, по-моему, и антиперспиранты, и дезодоранты от Ифраше. У них очень приятные ароматы. Но я тогда уже стала уходить от шариковых. Это шариковые. Достаточно долго высыхают. И для меня защита была совсем минимальная. На лето не пойдет. Но только, знаете, на холодное время года, если у вас совсем небольшое подотделение. А так, мне кажется, спорный продукт. И опять линейка Риш Крем. Питательно антивозрастной бальзам для губ у меня когда-то был. Мне показалось обычный такой, даже немного вазеленистый бальзам. Только если на ночь наносить в течение дня, было не очень приятно. Гели для душа с небольшой скидкой. Для тех, кто хочет продлить лето, маной. Мне маной как-то аромат не очень нравится. Я один раз покупала. Как шампунь он мне вообще не подошел. Очень сушил сильно волосы. Ну, как гель да использовала. Просто, чтобы познакомиться с ароматом. Но повторять не буду. И зимние пряности по приятным ценам. Все. Вот так вот мы с вами долго листали каталог и болтали. Получилось огромное видео. Спасибо, кто досмотрел до конца. Пишите ваши комментарии по поводу новогодних коллекций. С удовольствием все почитаю. С вами пообщаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok